Новосибирские перевозчики озвучили стоимость проезда и предлагают утвердить ее департаменту по тарифам. Это 26 рублей за поездку. Чиновники мэрии согласны на такое повышение, апеллируя тем, что это поможет решить многие проблемы автопарков. Между тем, в областном Минтрансе считают, что простое увеличение стоимости проезда не выход из сложившейся ситуации. Тему продолжит Екатерина Широкова. Перевозчики утверждают, речь идет даже не о прибыли. Транспортные компании в долгах. Дорожают и запчасти. В этом году зимняя резина. На автобус обойдется компании на 30% дороже. Закупочная цена на зимнее топливо в прошлом году составляла 41 рубль. Теперь 48. Чтобы поддерживать общественный транспорт на плаву, вовремя ремонтировать и впрок закупать горючее, по словам перевозчиков, тариф должен составить около 26 рублей. Однако аудиторские компании провели пересчет и выяснили, чтобы транспортные фирмы работали в плюс, тариф минимум должен составлять 56 рублей. Тарифы на проезд не поднимали в течение нескольких лет, даже с учетом увеличения цен на ГСМ и инфляции. На прошлой неделе перевозчики обратились к представителям власти о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. «Ремонтируем то, что есть машины 6-го года, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, что закупили еще в 13-м году. Обновления парка совершенно нет. Поэтому перспективы развития дальнейшие очень под большим вопросом. Мы отработали за 6 месяцев чистый ноль». Необходимо оптимизировать маршрутную схему, внедрить сетевые поездки на немуниципальном транспорте и обновить оборудование безналичного расчета, решить проблему нехватки кадров. С 2020 года все транспортные компании обязаны перейти на муниципальный заказ. «Сейчас переводить на муниципальный заказ, даже муниципальное предприятие города Новосибирска, город электротранспорт, то удорожание перевозок составляет как минимум 200%. Это означает что? Это означает то, что мы отстали не на один год от тарифа». В Минтрансе отметили, повышение тарифа без комплексного подхода к пассажирским перевозкам ничего не решит. «Необходимо повышать эффективность работы транспортных предприятий». «Если поднять тариф для того, чтобы просто сейчас закрыть какие-то долги, это совершенно неправильно. Надо показать, в первую очередь, и людям, и жителям города Новосибирска, и жителям Новосибирской области, которые сюда приезжают часто, о том, насколько работа пассажирского транспорта у нас улучшится». Окончательное решение, поднимать цены или нет, примет департамент по тарифам Новосибирской области. Результаты обращения станут известны уже на следующей неделе. Добавлю, правительствам региона в этом году предусмотрено почти 3 миллиарда рублей, чтобы обеспечить доступность услуг пассажирского транспорта. Екатерина Широкова, Сергей Жданов, Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова